Так, коллеги, всем доброе утро, с вами Китфинанс Брокер, меня зовут Дмитрий Шагардин, вы представляете ему внимание наш традиционный утренний видеобрифинг эспрессо. Итак, начиная мы за 20 минут до открытия торгов в Москве, с тем, чтобы обсудить текущую ситуацию на глобальных финансовых рынках и сформировать наши ожидания на конец этой торговой ниели. Напоминаю, что с расписанием всех наших мероприятий вы можете ознакомиться на сайте brokerkf.ru, записи видеобрифингов, как всегда, выкладываются на нашем канале на YouTube. Переходим к рабочему столу терминала Bloomberg, который нам поможет в наших начинаниях, и пойдем по нашему традиционному сценарию на ваших экранах. Итак, поехали, как говорится. Американские рынки вчера продолжили, собственно, свое снижение. За пять последних торговых дней американский рынок скорректировался на полпроцента по индексу S&P 500. NASDAQ высокотехнологичный потерял уже процент четыре десятых за последние пять дней. Ну, собственно, неделя такая выдалась не самая лучшая на американских фондовых рынках. Коррекция называется по-русски. Вчерашняя сессия, как я уже сказал, была в целом в негативном ключе проходила. Выделилась на общем фоне бразильская Бовеспа, которую, собственно, недавно достаточно сильно продавали. Ну, вот уже растет второй день. Как бразильская команда вдула, так немцам с очень большим счетом, почему-то инвесторы решили, что это неплохо, порадовались, видимо, и Бовеспу пока откупают. Несмотря на то, что возобновились протесты, несмотря на то, что возобновились, собственно, ожидания того, что президент действующей Бразилии не перезберется этой осенью. И, собственно, пока инвесторы рынок бразильский покупают. За пять последних торговых дней рынок Бразилии вырос в долларовом эквиваленте на 2,6%, ставя таким единственным зеленым пятном, вот в правой колоночке, да, и динамика за пять последних дней, среди вот всех основных рынков на вот нашем экране. На экране у нас показана Америка наверху, Европа, соответственно, в средней части экрана и азиатские рынки основные в нижней части экрана. Ну, собственно, к Азии, нет, к Европе перейдем. Европа вчера потеряла процент из 60-х по сводному индексу Евростокс 50. И с начала, точнее, за последние пять дней европейский фондовый рынок потерял целых 4%. Достаточно мощная распродажа на Европе. В лидерах падения итальянский фондовый индекс минус 6%, он показал. Следующим идет у нас Испания среди крупнейших рынков потеряла почти 5%. Вот такая вот динамика на Европе. Европу продают однозначно. Июль месяц, месяц для рынков, конечно же, в целом негативный. Ну, по России отдельная песня, потом скажем. Ну, вот динамика за последние пять дней по основным азиатским площадкам. Вы видите в правой части экрана тут потери там от полупроцента до 3% в среднем по рынкам. Сегодня утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Nikkei 225 теряет 0,4%, Гонконг теряет 0,3%. Материковый Китай индекс Shanghai Composite прибавляет 0,6%. Южная Корея минус 0,8%. Тайвань то же самое. Австралия сегодня плюсует 0,5%. Индия в нуле. Индонезия минус, соответственно, процент 0,6%. И Новой Зеландии минус 0,5%. Ну, динамика такая смешанная с таким негативным оттенком. Фьючерсы на американские индикаторы сегодня утром после вчерашнего снижения торгуются у нулевых отметок. Фьючерсы на британский FTSE 100 прибавляют 0,2%. После вчерашнего падения говорит нам о том, что вроде как Европа сегодня будет открываться вблизи нулевых отметок с некоторым положительным значением. Ситуация по рынку сырья остается достаточно стабильной. Котировки нефти Brent торгуются на уровне 108,59%. В целом сильных изменений мы с вами пока не наблюдаем. С начала года нефть Brent теряет 2%. За последние 5 дней нефть потеряла 2%. Нефть потеряла 2%. Золото. Некоторую поддержку вчера получила 1337 долларов за тройскую функцию. И золото является одним из растущих активов за прошедшие 5 дней. Собственно проценты 0,3% оно прибавило. Вот такая вот картина. На валютном рынке динамика по рынкам Emerging Markets, то есть рынкам развивающимся сегодня, следующая. Динамика у нас следующая. В целом сегодня наблюдаем покупку американского доллара. Среди валют развивающихся стран нет практически ни одной растущей истории, кроме индонезийской рупии. Но там динамика совсем-совсем минимальная. Российский рубль на индикативной сессии теряет 0,1% против американского доллара. Текущее значение по доллару. Рубль-доллар. Точнее доллар-рубль. 34.02.11. Ну, возле 34-х болтаемся. Последние дни туда-сюда, в общем, тестируем. Вот. Так что ситуация в целом стабильная. Но по валютам развивающихся стран, ну уж, небольшие распродажи наблюдаются. Здесь, тем не менее, ничего такого сверхъестественного не вижу я, вот лично. По, соответственно, этой картинке мы с вами заканчиваем. Здесь больше ничего интересного нет. Экономический колледарь на сегодняшний день не представляет собой большого интереса. Я бы обратил внимание лишь на статистику по инфляции по Германии. Сегодня будет опубликовано в 10 часов по московскому времени. Год к году по немецкому CPI за июнь нарисована цифра в 1%. Это финальная статистика. Предварительно уже с вами видели, поэтому это лишь какое-то подтверждение данных, ранее опубликованных. Вот. Поэтому ничего интересного здесь я не вижу. Ну и, собственно, вот вы видите, календарик совершенно неинтересный, совершенно пустой. Ничего интересного не наблюдаем мы с вами сегодня, 11 числа. По России может быть опубликована статистика по торговому балансу экспорту-импорту. В общем, здесь, да, ничего интересного нет. Так что календарь сегодня пустой. Событий никаких важных не ожидается. Концовка недели. Неделя на глобальных рынках пошла под знаком коррекции. Российский рынок тут несколько раз таким стоит. Особняком, в общем-то, по сути, за последние 5 торговых сессий, это вот раз, два, три, четыре, пять, я смотрю, российский рынок у нас торгуется в небольшом даже плюсе. Давайте посмотрим динамику по Emerging Markets. Наше окно. Вот здесь у нас есть вкладочка замечательная. Восточная Европа, где мы по российскому рынку сидим. Российский рынок с начала года по индексу ММВБ потерял 0,6%, по индексу РТС потерял 0,4%. Ну, вычитаем одно из другого, примерно получаем динамику курса национальной валюты. То есть рубль против американской валюты потерял почти 3,4% примерно. Не такое сильное изменение на самом деле, но волатильность по рублю, конечно, с начала года впечатляющая. В начале года, я помню, индекс рубль против доллара умудрился за пару месяцев снизиться на... За первые 2 месяца потерять 12% практически против доллара, против евро. Потом последовало такое же мощное укрепление, там процентов на 9, на 8. Вот. Очень интересная динамика, очень многих застало врасплох, об этом мы с вами обсуждали. По текущему значению рубля, собственно, мы уже, наверное, не раз говорим, что в диапазоне там 34, 33,5-34,5. Где-то вот, в принципе, можно позиции накапливать по валюте против рубля. Мы, собственно, это рекомендуем делать с текущих уровней. Ну, если на там 33,5 еще раз ходим, то думаю, что хорошая будет возможность еще раз зайти в валюту доллар. Рубль стал очень техничной валютой с начала года, в общем, он подтверждает. Такой действительно очень интересный инструмент для торговли стал в последнее время. За последние 5 торговых сессий российский рынок, как я уже сказал, в отличие от многих рынков развитых, показывает положительную динамику. 0,36%. На такую величину за последние 5 дней увеличился индекс МВБ. Индекс РТС прибавил процент 0,7 за счет укрепления российского рубля. Вот такая интересная динамика. Россия опять держится, как я уже сказал, несколько в стороне от внешних негативных факторов. Но, тем не менее, я уже не раз говорил, что, собственно, с конца июня мы там не предпринимаем никаких действий. В принципе, по рынку закрыты абсолютное большинство лонговых позиций. И я вижу, что, собственно, наша стратегия неплохо работает, потому что волатильность повысилась. На рынке российском бывают и очень мощные заносы вверх-вниз. И, ну, по сути, рынок свою тенденцию не изменил. По сути, мы стоим с вами на тех же уровнях, что и в, собственно, в июне, там, в конце мая даже, там рынок, по большому счету, сильно, ой, не в конце мая, в конце июня, там, конечно же, сильно не изменился. И, в общем-то, я здесь пока больших идей на российском рынке не вижу, пока мы не снимем перекупленность, пока не закончится сезон дивидендных отсечек, а в ближайшую неделю будут закрываться реестры очень крупных компаний наших тяжеловесов. Поэтому вот дивидендные отсечки по тяжеловесам, как минимум, не дадут индексу ММВБ, в частности, показать что-нибудь внятное по торговой сессии, будут, напротив, давить рынок вниз. Вот такая картина. На ваших экранах сейчас показан индекс РТС в верхней части, динамика в абсолюте. Красная линия снизу – это количество акций, торгуемых выше 20-дневной средней. Желтая линия – это количество акций из индекса ММВБ, торгующихся выше 50-дневной средней. И нижняя часть зеленой линии – это выше 200-дневной средней. И, как видите, по всем, точнее, по 200-дневкам, по 50-дневкам в зоне перекупленности достаточно сильный находится наш индекс. Ну, 20-дневка – такой более волатильный индикатор. Мы тут большой перекупленности не видим. Тем не менее, 50 дней, 200 дней, конечно, показывают то, что рынок находится в моменте в зоне перекупленности. Такой индикатор «Сентимент», он достаточно хорошо работает, собственно, и поэтому мы с июня, на самом деле, я этот индикатор вам показываю. И, собственно, он является одним из тех показателей того, почему мы все позиции позакрывали. В частности, да, это один из показателей. Один из показателей. Пока что он нам говорит, что рынок находится в зоне такой, не самой интересной для покупок на данный момент времени, на мой взгляд. То есть, я тут свое мнение никакого ни в коем случае не изменил и по-прежнему придерживаюсь. Что касается в целом динамики развивающихся рынков, то индекс ETF на Emerging Markets опять приблизился, собственно, к верхней границе своего проторгованного канала за последние 3 года. Вот синенькая линия на нижней части экрана показывает динамику ETF, EEM. Вот, то есть, в целом, в такой моменте настроение достаточно, конечно, бычье по индексу развивающихся рынков. Вот на верхней части экрана показано соотношение между ETF на Emerging Markets и ETF на индекс S&P 500. И, в общем-то, ну, картинку тоже я не раз показывал. Тут с 2011 года понижательный канал, то есть, американские акции чувствуют себя куда уж лучше, чем акции, собственно, развивающихся рынков. В... с марта 2011-2014 года вот нарисовалась такая флетовая динамика. И уже, получается, раз, два, уже четвертый раз тестируем по этому индикатору интересному уровень 200-дневный средний. Уровень 200-дневный средний. Вот. Такая здесь точка интересная. Плюс здесь у нас верхняя граница такого понижающего канала, что ли, если так можно сказать. Она так грубо нарисована, но тем не менее. Такой сейчас очень интересный момент для развивающихся рынков. Ну, и, безусловно, для рынка российского. То есть, если пробивают в Emerging Markets свою границу трехлетнего тренда БКВК и по отношению к индексу S&P, то, конечно, там в моменте может быть очень сильное ралли по развивающимся рынкам. Но я на этот сценарий ставлю не более 30%. Думаю, что скорее рынок оттолкнется и по развивающимся рынкам пойдем вниз, в том числе и по российскому рынку. То есть, я пока делаю большую ставку на то, что рынок будет корректироваться, либо будет находиться в боковике оставаться. Вот. Поэтому я сейчас покупать что-либо пока что не призываю и этого не делаю и стою в стороне, если честно. Такое вот ведение по рынку, оно не изменилось за последние, наверное, полмесяца. И пока что какие-то спекулятивные действия помогают там что-то нам зарабатывать, что-то делать, но не более того. Вот. На этой нотке буду завершать наше утреннее мероприятие. За три минуты остается открытие торгов в Москве. Пожелаю всем.